Мы сегодня прослушали ежегодное послание нашего президента Касымжигарда Такаева. Хочу подчеркнуть, что, как всегда, оно имеет очень большое значение для будущего развития нашей экономики. Затронуты такие вопросы, как развитие регионов, развитие социально-экономического развития, энергетики, автомобилестроения. Необходимо вести порядок и в налоговой сфере, в банковской сфере, принять новые законы. Для того, чтобы предпринимателю было удобно и понятно пользоваться нашими законами. Ну и это все влияет на наше развитие экономики и дальнейшую нашу жизнь. Конечно же, мы с удовольствием послушали и будем принимать во внимание все, что было сказано. В своем ежегодном послании народу Казахстана президент Касымжимар Тукаев поставил цели и задачи, которые предстоит решить правительству. Хотелось бы отметить как финансист основные задачи, которые необходимо осуществлять также и финансовым институтам. Во-первых, это, конечно же, реформа банковского законодательства, то есть необходимо обратить особое внимание, что население закредитовано, поэтому необходимо пересматривать вот эту политику кредитную и сделать такой упор на то, чтобы, конечно же, решались еще и социально-экономические задачи. Конечно же, необходимо подчеркнуть, что еще и взаимосвязь фискальной политики, то есть бюджетно-налоговой, и взаимосвязь денежно-кредитной политики. Соответственно, глава государства также отметил необходимость налоговой реформы. Я тоже считаю, что это очень важный момент, касающийся не только юридических лиц, но и физических лиц. Поэтому я думаю, что изменения в налоговом законодательстве будут поправки внесены, касательно, конечно же, и дифференцированной ставки корпоративного подоходного налога. Нужно будет сказать, что надо обратить внимание, конечно же, и на поддержку малого и среднего бизнеса, и, соответственно, сделать налоговые преференции с тем, чтобы наши предприниматели, конечно же, больше вкладывались в развитие инфраструктуры, социально-культурных и значимых объектов для населения. Нужно будет также отметить большое внимание, которое он обратил на экономические и финансовые риски, которые, соответственно, являются финансовыми аспектами. Это здесь, конечно же, нужно отметить, помимо банковской ставки, налоговой ставки, конечно же, инвестиции. Привлечение прямых иностранных инвестиций непосредственно в реальный сектор экономики, то есть поднимать производство. Конечно же, развивать инфраструктуру, поскольку инфраструктура является тем капиталом, который закладывается и остается на века нашим поколениям, нашим детям, внукам. Большая была затронута проблема, конечно же, и экологической, то есть необходимо, помимо того, что развивать проекты, цифровизация, цифровая экономика, цифровые финансы, финтех. Это очень хорошие перспективы для дальнейшего развития. Я думаю, что будут прокладываться такие вот очень важные проекты, кластеры, которые будут выполняться не только на экономическом и финансовом уровне, которые будут затрагивать, конечно же, и взаимосвязи на международном рынке. Конечно же, необходимо привлекать очень много инвестиций не только в экономику страны, но и, конечно же, на социально-экономически значимые объекты. В послании президента обычно указываются наиболее важнейшие проблемы, вопросы, которые стоят перед государством. Вот хочу отметить, что президент в своем послании сказал, прошлый год, 24-й год завершается, 24-й год был годом детей. Да, были приняты важнейшие законы, касающиеся защиты прав детей от насилия, защиты прав семьи от бытового насилия. Да, это вот вопросы прозвучали очень актуально. Законы приняты, значит, усилена ответственность. Я хотела выделить несколько ключевых моментов. Конечно, в первую очередь, это экономическая часть. Экономическая, да, мы живем сейчас в сложном мире. Сложный мир, который квалифицируется в основном угрозой, вызовой. Что есть угрозой? Это же безопасность, это, значит, какие-то новые проблемы, которые встают перед каждым государством. Наш Казахстан находится в сфере такой, что мы должны учитывать воздействие и внутренних, и внешних угроз. А в послании президента на первом месте стоит экономика, повышение инвестиционных началок. Да, президент говорит, лица, которые будут возвращать активы, они могут сами вложить в развитие экономики. Это и школы построить, это, значит, социально значимые проекты. Да, а мы поощряем, такое говорит президент, да, не обязательно какими-то наказательными методами. Лица, которые хотят, как бы сказать, помочь государству, они могут спокойно положить свои инвестиции. В первую очередь банки, говорит президент, должны ориентироваться на малый и средний бизнес, да, а не на вот это мелкое кредитование, которое как грозничное, скажем так. Наша банковская система считается одной из стабильных, да, в мире. Достаточно развитые банки, очень заинтересованы на страны, как бы банки в нашей банковской системе, но банки должны оптимизироваться.